Наши хотения должны всегда переходить в действие. Хотения должны перейти в действие. Если ты просто хочешь, то ты просто большой кто? Хотюнчик! Просто хочу! Вы представляете? Заходишь в магазины. Хочу, 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 хочу. Все хочу! И ты смотришь, все хочу! А хотение должно быть действие. Это надо взять кошелек, так или нет? И говорить продавцу, я хочу колбаску, мяско и сырок, чтобы не застряло все это дело. Так или нет? И когда ты платишь деньги, скажи деньги. С тобой нормально относятся. Так вот, получи откровение. Когда в духовном мире мы платим цену, скажи цену. Ты что-то в свою жизнь получаешь. Матфея 5 глава. Иисус говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников-фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Очень серьезный стих. Можно напрягаться, можно хотеть и в Царстве Божьем. Что Библия говорит? Не попасть. Я не думаю, что здесь сидят люди, которые пришли, покаялись, стараются служить Богу и при этом направляться в ад. Согласитесь, глупо. Каждый из нас пришел сюда, покаялся, получил от Бога прощение. Теперь каждый из нас хочет войти в Божьи ряды. Так или нет? Каждый из нас хочет иметь это спасение реально. Так вот, этот стих мне бы хотелось немного разобрать, и мы пойдем дальше. Если праведность ваша. Что такое наша праведность? Запиши, это правильные дела. Праведность. Когда смотрели на Иисуса, Он ходил, проповедовал и говорили, это праведник. Так или нет? Что такое праведник? Это правильные поступки. Что такое правильные поступки? Мы всю неделю говорим. Это молитвенная жизнь. Раз. Мы стараемся делать добрые дела. Каждый день это нелегко. Два. Проповедовать Евангелие, свидетельствовать людям об Иисусе. Три. Правильно относиться к служителям. Это четыре. Правильные дела. Правильные дела. Братья и сестры, скажу такое, что во время Иисуса Христа фарисеи делали вообще в прямом смысле все. Два раза в неделю постились. Мы этого не делаем. Десятую часть со всего мы этого... Это невозможно, наверное. Со всего. Семечек дали. Десятую часть отчитал в церковь. К тебе пришли с чаем. Ты десятую часть отсыпал. И куда? В церковь. Тебе подарили рубашку, ты пошел в бутик, посмотрел, что она стоит пять рублей. Ты взял пятьсот рублей и отнес десятину в церковь. Вот так жили фарисеи. А теперь посмотрите заявление Христа. Он говорит, если твоя праведность не превзойдет праведности фарисейской, вы вообще в небо не попадете. Я долго рассуждал над этим местом. Знаете, что я понял? А мои дела не превосходят фарисеи вообще. Возьми таких, как я, десять. Один сделает больше, чем таких, как я, десять. Оказывается, что Бог сегодня хочет донести? Иисус говорит, если праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Очень сильный пример. К Иисусу приводят блудницу. И хотят камнями что? Убить. Евреи хотели ее убить. Иисус говорит, кто из вас без греха? Бородатые мои друзья. Попики и все остальное там. Кто? Если вы внимательно читали, там старший стоял, бросил камень и пошел. И написано, за ним последовали что? Все. У фарисеев тоже было наставничество. Скажи ближнему, в этой церкви будет мощное наставничество. Мощное наставничество. Смотрите, что говорит Иисус. Он ей говорит, кто тебя осуждает. Есть такие? Она повернулась, говорит, нету. Иисус говорит, я тебя тоже не осуждаю, потому что понимает образ жизни. Но он ей сказал такие слова. Иди впредь. И что? Не греши. Впоследствии, если вы изучали Библию, эта женщина стала вообще помощницей. Я даже примерно догадываюсь, она воздвигала какое-то движение. Она была тоже апостолом. А теперь посмотрите, что такое праведность фарисейская. Это тупой закон. Ты прав, ты не прав. А наша праведность, так и запиши, достижение души. Иисус достиг этой женщины, и она стала крутым служителем. Вы со мной или нет? Фарисеи только и делали, ловили этих бедных грешников и колпашили камнями. Вы со мной или нет? Они просто ловили. Оп, на репцентр закурил. Ба-бах! Убил. Убил. Вообще все. Так вот, что делает Иисус? Он говорит, иди впредь, не греши. Что сделал в прямом смысле Иисус? Он научил ее служить. Вы со мной или нет? Если ты, если ты научишь человека служить, твоя праведность превзойдет праведность фарисейскую. Я кому-то говорю или нет? Если ты кого-то научишь, скажи, я научу. Вот твоя праведность, она превзойдет праведность фарисейскую. Теперь мы поговорим о слове, которое мы сегодня разбирали. Это бодрствовать. Бодрствовать. Я уже говорил, что такое бодрствование. Кого не было на первом служении? Можешь записать значение этого слова. Состояние организма, характеризующий активным уровнем психической деятельности. Что такое бодрствование по Библии? Это твое состояние. Ты настроился. Вы слышите меня? Ты настроился. Ты настроился. Вы видите в своей церкви много свидетельств, когда пришел наркоман. Он настроился. И сегодня он в служении. А кто-то как пришел, просто хороший дядя или тетя. И ты смотришь, проходят годы, а он просто хороший дядя и хороший тетя. Знаете почему? А человек не настроился. Если есть здесь музыканты, они понимают, что когда приходит вот эта штучка, ее нужно нормально настроить, чтобы на ней играть. Все в этой жизни подлежит чему? На стройке. Приходит в твой дом пианино, стенка, холодильник. Но его нужно настроить. По вере он не работает. Кто это знает? Скажи ближнему, надо трудиться. Надо настроить. Счастливую семью надо настроить. Церковь, чтобы росла, ее надо настроить. Ячейку, чтобы раскачать, это не маленькое дело. Я знаю, о чем я говорю. Ячейку нужно настроить. Поэтому слово бодрствование, я сегодня даже так бы охарактеризовал. Если ты правильно будешь бодрствовать, в твоей жизни будет минимум вообще ошибок и проблем. Минимум ошибок и проблем. И давайте мы посмотрим деяния. Деяния, 20 глава. Очень сильные вещи. Очень. Деяния. Деяния. Кто знает, кто написал деяния? Кто? Апостол Лука написал. Деяния. 20 глава. Давайте посмотрим 31 стих. Смотрите, что он говорит. Бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Братья и сестры, откуда рос наших ячеек и церквей? Запиши это учение. Это учение. Это не просто проповедь ты прослушал. Не просто мы на гитарке сыграли, у тебя настроение появилось. Это учение. Деяния 20.31. Это учение. Это учение. Кто-то учился из вас в школе? Вы понимаете, что такое учение? Тебя по чуть-чуть капают, капают, капают. 1 плюс 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1. Все. А, Б, В, А, Б, В, А, Б, В, А, Б, В. Мы никуда не сдвигаемся, пока это А, Б, В мы не напишем. Так было в первом классе? Поэтому в церкви то же самое. Есть изначальная программа, что ты должен научиться молиться. Должен. Тебе нужно делать перед Богом добрые дела. Проповедовать Евангелие. И правильно относиться, уважать своих наставников. Смотрите, что он говорит. Он говорит, бодрствуйте. Я уже на утричнем служении говорил, что это заповедь. Он говорит, бодрствуйте. Бодрствуйте. Сам Иисус Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Много мест в Библии, где апостол Павел говорит, бодрствуйте. Если вы посмотрите в Новый Завет, я сам был удивлен, когда мне слово это открылось. В каждом послании, каждый апостол, он обращался к церкви и говорил, бодрствуйте. А вы бодрствуйте. А вы бодрствуйте. Понимаете, когда человек бодрствует, его невозможно обворовать. Почему много краж? Да потому что кто-то что? Не бодрствует. Человек просто спит, его легко обворовать. Братья и сестры, не секрет сегодня, что когда дьявол приходит в твою жизнь, и ты не бодрствуешь, ему легко взять твое понимание, твое уважение в семье и уйти. И ты просыпаешься, с мужем проблема, с детьми проблема, вроде бы ты и в служении. Вроде бы ты и бесов изгоняешься, люди исцеляются, какие-то дары у тебя есть. Песня пения. Халилюя. А ты смотришь, а в жизни-то проблемы. Почему проблема? Да потому что дьявол пришел и украл самое прекрасное – любовь. И в этих еще историях появится, некоторые люди говорят, дьявол пошел вон. Он говорит, да без проблем, я уйду. Еще будешь упрашивать, чтобы я вернулся и любовь отдал. Библия говорит, северу скажи, отдай назад. Так вот, наша позиция в церкви – иметь власть. Скажи, власть. Будешь иметь духовную власть, имеешь право что-то потребовать. И вот смотрите, что он говорит. 31 стих, он говорит, бодрствуйте. То есть, имей правильную позицию, правильное мышление. Запиши к любой ситуации вообще. К любой ситуации вообще. Почему люди в церкви падают и не служат Богу? Не бодрствуют. Не бодрствуют. Не бодрствуют. 31 стих, давайте я раскрою. Апостол говорит, бодрствуйте. Дальше второе слово. Это в прямом смысле, это принципы. Он говорит, помните, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Оказывается, апостол подсказывает, и он говорит, помни, помни. Давид, когда молится за себя, он так и говорит, вообще, надо помнить, откуда я не спал. То есть, это перевод, откуда ты вышел. В прямом смысле, говорю, чтобы твоя жизнь была состоятельна, надо понимать вообще, откуда ты выпал. Я доступно говорю или нет? Многих людей вообще сюда притянули. Твоя жизнь так и называлась, разбитая корыто. Корыто. Сейчас смотришь, семья, нормальное здоровье. Тебе служение доверили, от которого ты убегаешь. И ты смотришь, твоя жизнь нормализовалась. Вот нормализовалась она, так или нет? И Библия говорит, вспомни. Вспомни вообще, откуда ты вышел. Вот вспомни. Вот возьми и вспомни. Я сегодня кому-то говорю, вспомни. Когда мы пришли к Богу, мы были на сто процентов грешники, братья и сестры. Полностью на сто процентов прокляты. И Бог говорит, я своей драгоценной кровью тебя омыл и спас. А ты говоришь, а мне плевать. У меня теперь своя жизнь. Горе таким людям. Наша задача в этой церкви искать Бога. А искать Бога это спасенные души. А спасенные души это молитва. А молитва это добрые дела. А добрые дела это любовь к ближнему. А любовь к ближнему это проповедь Евангелия. А проповедь Евангелия это почтение духовного отца. Почтение духовного отца это исполнение заповеди. Скажи ближнему, я крутой. Скажи ближнему, речь-то обо мне. 31 стих. Павел говорит, вспомни. Вспомни. Давайте поговорим по-мирски. Не, не, без драки. Кто-то думает, сейчас бахнет. Когда мама с папой воспитывают детей. И дети помнят, как это было тяжело. И они приходят к мамам и папам и говорят спасибо. Приятно? Скажите честно. Уберите духоманию, религию вообще. Приятно, когда дети приходят к родителям и говорят, мамочка, папочка, спасибо. Ночь не досыпала. Ты же не кушала. У тебя же по две, по три работы. Тебя дома не было из-за того, чтобы хоть что-то прокормиться. Ты все ради нас. Приятно или нет? Так вот апостолы, они говорят, вспомни. Он говорит, бодруствуйте. И потом он говорит, вспомни. И вот так он и пишет. Три года день и ночь я вас что? Кто учил? Оказывается, чтобы учение отобразилось в твоей жизни, тебе нужно что-то помнить. Тебе нужно просто помнить. Что такое вспомни, можешь записать. Да это почтение к этим людям. Просто уважение. Просто уважение. Это почтение. Вспомни, вспомни, вспомни. Я знаю большое количество людей, когда наши служителя, наши пастыра подняли из болота. Сотни. Просто не сто человек, а сотни, сотни, сотни. Это тысячи людей. И на сегодняшний день смотришь, этих людей даже в церкви нет. Я некоторых людей знаю, они лежат на кладбище. Знаете почему? А они потом им говорят, да кто ты такой? Меня Бог спас. Вы понимаете? Они говорят, кто ты такой? Вот я говорю, многих проблем ты избежишь, если ты будешь помнить. Давайте посмотрим еще одно место. Первое фессалоникийцам. Мы продолжаем сегодняшнее служение. Дальше. О слове бодрствовать. Бодрствовать. Первое фессалоникийцам. Первое фессалоникийцам. Пятая глава. Пятая глава, да. Давайте посмотрим шестого стиха. Не будем спать, как прочие. Но будем что? Вслух скажите. Я понимаю, когда матюки написаны, и вслух не хочется говорить. Но это то слово, которое тебя благословит. Кто из вас знает, что есть работа, которая может благословить? Есть такое? Кто из вас знает, что есть жены, мужья, которые верующие, которые через них приходят домой благословения? Кто это знает? Так вот, я сегодня говорю, что это слово бодрствовать. Одно слово, если ты начнешь бодрствовать, оно в твою жизнь притянет благословение. Если ячейка бодрствует, она удвоится. Если каждый человек будет бодрствовать, то есть правильно смотреть на жизнь, если человек будет бодрствовать, его жизнь будет меняться. Без разницы вообще, какой ты и кто. Вообще без разницы. Твоя весовая категория, твое IQ, вообще без разницы. Вообще без разницы. Я тебя хочу обрадовать. Первой Коринфянам, первой главе, там с 27 или какого стиха, там вообще апостол Павел говорит, что Бог пришел к ничего незначащим, избрал, чтобы посрамить значащих. То есть он берет вообще ничто, чтобы с этого ничто что-то слепить. Поэтому сегодня благая вещь, радостная вещь в твою жизнь. Если у тебя куча проблем, это говорит только об одном, у тебя будет скоро куча благословений. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих. Не будем спать, как прочие. Что прочие люди делают в духовном мире, скажите? Спят. Что такое сон в двух словах? А ты проспал все. Спасение проспал, благословение проспал, счастливую семью проспал, деление ячейки проспал, рост проспал. Все проспал. Кто из вас просыпал на работу? Ужас, да? Кто-то улыбается, думает, каждый день бы так. Состояние неприятное. Ты проспал. Тебя могут уволить, тебя могут оштрафовать, тебя могут больше не взять. И ты смотришь, проблема. Человек, который проспал, это говорит о том, что в твою жизнь приходят проблемы. Так вот Павел, Павел, он говорит такие слова, не будем спать. Не будем спать. Я уже задавал этот вопрос и сейчас задам. В чьих это силах? В наших. Мне чем нравится Бог, Он никого, ничем не заставляет вообще. Он предлагает. Вам предлагали работу? Хотите работать? Да, нет. А в этом домике хотите жить? Да, нет. А в этой стране хотите жить? Вам все предлагают. У нас все только в предложении. Никого сегодня за ноги на тросик не привязали и машиной не притянули. Или есть такие страдальцы? Есть? Да тебе предложили, приди на служение, послушай, а вдруг твоя жизнь изменится. Скажи ближнему, моя реально изменится? Твоя, не знаю. И вот шестой стих, Он говорит, не будем спать, не будем спать. И потом Он говорит, что такое сон? Он говорит, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Мы сегодня уже говорили, что такое трезвость. Можешь быстренько записать, кого не было. Трезвость – это смотреть Божьими глазами раз. Большинство людей нетрезвые в духовном мире. Молитвенной жизни нет. Почему? Человек нетрезвый. Добрых дел нет. Почему? Он не трезвый. Он не понимает вообще ничего, что происходит. И здесь ничего плохого нет. Церковь – это то место, где научат. Скажи, научат. Ничего, мы все пришли в таком состоянии. Греха сто процентов, проклятия сто процентов. Вообще сотка такая, сотник пришел, сотник. Все на сто процентов. Проблема сто процентов. Болезнь сто процентов. В памяти – ноль. И ты смотришь, тебя научили. Сегодня смотришь на тебя и понимаешь, крутой мужик, крутая сестра, помазанные люди. Почему помазанные? А его научили. Его научили. Седьмой стих. Спящие спят ночью. Упивающие упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, любви, шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Я остановлюсь на этом месте. Хочется объяснить. Хочется копнуть. Хочется, чтоб дошло. Хочется, чтобы после сегодняшнего служения каждый человек принял решение. Скажи решение. Братья и сестры, посмотрите на меня. Задаю вопрос. Тебе приятно, когда дома твоя половина принимает решение тебя любить? Скажите вслух. Даже когда ты не прав. Тебе приятно? Вот твоя половина говорит, какой бы он ни был чудик. Люблю же. Прощаю. Вот приятно? Так вот Богу сегодня приятно, что ты чудик быть можешь. Мы все чудики, расслабься. Ничего обидного нет. Богу приятно, когда мы принимаем решение Ему угождать. Вы со мной или нет? Вот Богу приятно, что ты принимаешь решение что-то в своей жизни вообще изменить. Хватит ее обнимать, записывай лучше. Первое фессалоникийцам 5. Вы хоть муж и жена или нет? Да, кто его знает. Он прилип к ней, пастор. Что делать? Да записывай сиди. Она пишет. Она все, она, да? Она и ест, наверное, за тебя дома. Не, я шучу, братья. Веселиться вообще надо. Не, ну дома обнимешь. Ну, что ты? Кто-то одинокий сидит, думает, ух, ты ж подаешь уже как бы повод. Делай вид, что ты нормально сидишь, все четко пишешь. Хорошо. Мы начинаем наш поход по... Услышь меня. Мы начинаем поход по Слову Божьему, которое благословляет. Которое благословляет. Тебе надо зарядиться мыслью, что ты в церкви рано или поздно, ты получишь это благословение. Вот ты получишь. Раньше, когда ты получал двойку, папа с мамой говорили, ты получишь. Но Бог говорит, ты получишь благословение. Седьмой стих. Спящие спят ночью. Упивающие упиваются ночью. Он говорит, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броня веры. Запиши несколько фактов, которые приведут тебя в бодрствование. Я еще раз говорю, бодрствование. Я много раз рассказывал пример, пастору вашему делился. Дома у себя говорил. Моя жизнь на сегодняшний день, я могу со своим пастором полгода не видеться, но тот огонь, который во мне горит, он горит. То откровение, которое я имею, я имею. Тот результат, дар, плод, оно все во мне есть. Почему? Потому что я докопался до этого секрета. Я бодрствую. Вы понимаете, что такое бодрствовать? Бодрствовать, запиши, это расти. Бодрствовать, это расти. Бодрствовать, запиши, это отношение с Богом. Бодрствовать, это исполнение воли Божьей. Бодрствовать, это понимание духовного мира. Ты бодрствуешь. Ты бодрствуешь. Вы мне сейчас поймете Если муж с женой родили ребеночка И грудного ребеночка оставить И его не кормить, не поить Сколько он проживет? Мало, недолго, правильно? Но посмотрите, что с нами происходит Мы служим, служим и служим Почему пришел возраст? Скажи возраст Почему люди служат? А потому что посредством бодрости То, что они бодрствовали Они пришли возраст Восьмой стих Мы, будучи сынами дня, дотрезвимся Облегшись броня веры Запиши номер один Нужна броня веры Броня веры Броня веры Нужна броня веры Если просто так Взять стрелу Или взять пистолет И выстрелить Мы повредим эту стенку сразу Правильно или нет? Гипсокартон Но если мы сюда поставим броню Просто броню Стреляй, не стреляй Ничего не произойдет Услышь меня сейчас Услышь Просто услышь Если у человека В духовном мире Есть броня Скажи броня Дьявол как бы не стрелял В твою жизнь А он стреляет Кто это знает? Это болезни Это развод Это плохое настроение Это лишение вообще Всякой радости Сегодня утром Ты не смог помолиться Знаешь почему? Да дьявол влупил в десятку И он говорит Ты пей кофе Чудик И кто-то все Господи сатана Пью, 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 пью Вообще пью Пей, не упивайся Все обетования знаю Да не повредит мне Что смертоносное выпью Поймите Стрела когда попадает Человек прекращает свой путь Запиши Никакого служения не будет Работа, дом, семья Все Туалет еще Кухня Что там? Все Заколдованный круг Ты не вырвешь этих людей Стрела попала Вы со мной или нет? Стрела попала Человек все падает Он говорит Не могу Я не могу служить Поэтому первое Что нужно Это броня Что такое броня? Там даже подсказка Броня веры У тебя должна быть вера В церкви должна появиться вера На твоей ячейке Должна появиться вера Не тетя вера Можно тетю веру привести И сказать Халилюя Состоялся я Первое Что мы отмечаем Нужна броня веры Вы встречали раньше В миру Броневых людей Ты ему говоришь Это особенно Он мамы понимает Если сынок еще Чудо-юдо Чудик Я имею ввиду Там Колется Курит Пьет Там В тюрьме сидит Мама говорит А у него Что? Слух А у него броня Как вычислить людей В броне он или нет Посмотри на плод его жизни Если пастор говорит Возьми ячейку И человек не берет ячейку Вывод какой? Только с этими людьми Лучше улыбаться Брат Сестра Но мы-то понимаем Что ты реально В броне Вы понимаете Что такое броня? Это не доходит Так вот Братья и сестры Что же нам сегодня сделать Чтобы дошло? А вот должна быть вера Смотрите Что такое вера Посмотри на меня Это рано или поздно Принять слово Запиши Вот принять это слово Не обязательно это исцеление Или освобождение Принять слово Хоть какое-нибудь Бог хочет зацепиться Хоть за что-то Принять слово Возьмите любого падшего Наркоманы, алкоголики Приняли слово И сегодня эти люди Что? В свободе Так или нет? Скажи ближнему Не останавливайся Иди дальше Этой свободы маловато Завтра кумарить начнет Не останавливайся Скажи Не останавливайся Дружок Смотрите Броня веры Раз Номер два Любовь Номер два Любовь Чтобы бодрствовать Человеку Я сейчас делюсь Сильным ключом У каждого из вас Есть ключ от квартиры Подними руку Есть? Ключ Легко попасть? Да ты даже и не думаешь Мы делаем просто Такой шажок Чик-чирик И в домике А когда ключика нет Твои действия Вслух Ну это нормально Долго не попаникуешь Минус 30 Дальше действия Какие? МЧС То есть понимаете Проблема Маму, папу ждать Я не знаю У кого еще ключи Так вот получи Великое откровение Если ты не можешь Войти в служение Скажи служение Тебе надо Кто-то с этим ключиком Кто-то пусть откроет И тебе скажет Вот твоя ячейка А теперь будь Добр Веди ее Пока дверь не закрылась Вы со мной или нет? Братья и сестры Ключ Чтобы тебе жить в счастье Нужен ключ Чтобы тебе иметь Нормальное Позитивное мышление Нужен ключ Чтобы тебе попасть домой Ключ Завести машину Что нужно? Вера Да? Тетя Вера Тебе нужна Да чтобы попасть Куда бы ты не попал Нужен ключ Ключ Просто ключ У Йонгича даже есть Такая книга Ключ к пробуждению Молитвенная жизнь Ключ Нужен ключ И вот смотрите Я сегодня Рассказываю о том Что нужно делать Чтобы иметь Постоянно Нормальное Духовное состояние Это ключи Первое Ты должен быть Броневым Для сатаны У тебя Должна быть Вера в Бога Номер два Любовь Скажи Любовь Что такое Любовь Маленькая подсказка Запиши Это вторая заповедь Возлюби Ближнего Как Самого Себя Оказывается Все начинается С тебя Все Вообще Начинается С тебя Что такое Любовь У кого есть дети Поднимите руку Не буду выводить Сюда на сцену Как вы думаете Если вы будете Каждый день Говорить Люблю 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 При этом Кушать Не давать И не одевать Вопрос Скажите мне Любовь это А что это Да это даже Не просто Слова Это проблема Это реальная Проблема Ребеночек Я тебя родил Но я тебя так Люблю 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 И что там Назвал Вовочка Вовочка Сынок Вообще Ты в любви Сейчас умрешь Просто Я тебя так Залюблю И ты смотришь На гробе На крышке Или что там Камушки Что там ставят Умер в любви Вы со мной Или нет Любовь Это дела Так или нет Если ты любишь Ты кормишь Если ты любишь Ты одеваешь Братья и сестры Если в нас Есть любовь Мы что-то будем делать Для этого мира Чтобы церковь росла Вы вообще Со мной Или нет Поэтому Чтобы бодрствовать Я еще раз говорю Чтобы бодрствовать Не просто ходить Не просто ходить А чтобы твоя жизнь Здесь действительно Менялась Нужны дела Вот почему мы говорим Первое Это молитвенная жизнь Второе Добрые дела Они должны быть Для этого мира Надо что-то делать Для церкви Надо что-то делать Для ячейки Надо что-то делать Потому что мы Рассматриваем Добрые дела Они в разных Разрезах идут В Галатам 6 главе Вообще написано А наипаче Будем делать Кому? Своим По вере То еще надо Помогать Скажи ближнему Я тебе Помогу Только не Сквозь зубы Говори Будь благословен Любовь Чтобы человек Бодрствовал Нужно Ближнего Любить Нужно Ближнего Любить Братья и сестры Писание говорит Что посеешь Что? Оказывается Когда ты Любишь Ближнего Проповедуешь Евангелие Кормишь Одеваешь Приводишь В дом Эта жатва В твою жизнь идет И знаете Чем мне нравится Бог? Тебе за это Молиться не надо Он сам Распорядится Что тебе дать? Кто-то Доходит или нет? Тебе не надо Молиться За это Вообще Он сам Определит Что тебе дать Это как На работе Отработал Начальник сам Определит Сколько ты заработал Но ты не говоришь Слушай начальник сюда Короче Откровение от Бога Полтора миллиона За день Я вот так Вообще Вообще Все Заработал Продавай дом Машину Уплоти мне Вы понимаете Смешно Начальник сам Определит Сколько ты заработал Так вот Бог так само Он сам Определит Что тебе дать Многие люди Не служат Скажи Не служат Но они молятся И говорят Чем же Бог может порадовать Ты меня слушай сюда Господь Благослови меня Здесь сейчас я выезжаю Ты на дороге И вообще Я сейчас вот это пойду В магазин Чтобы скидки были Еще раз благослови И вообще Когда я расплачиваю Чтобы мне дали в два раза больше Ошибочка Чик-чирик Все Я ищусь Домой Приду Кучка денег У меня И кучка морковки Ибо велик Господь Видите Мы смеемся Мы смеемся В церкви так и бывает Люди не служат Бога Говорят Слушай сюда Господи Или как там тебя Отец Отец Или холодец Не знаю Но ты мне что-то дай О ты мне дай Я всегда говорю Так иди в магазин Просто зайди и скажи Дай Просто дай На работу тоже не ходи Приходи на работу Зарплату что? Дай О дай мне Я уверен Вы в таком городе живете Тут точно дадут Бог благословляет Свой народ Запиши Бог благословляет Свой народ Ты Трудись Он в долгу Не остается Поэтому Трудись перед Богом Он благословит То Что тебе нужно Вот что тебе нужно Кому-то память Кому-то логику Кому-то вообще Просто мир в семью Записали номер один Броня веры Второе Любовь Третье Шлем надежды спасения Чтобы бодрствовать Что нужно делать Запиши номер три Шлем надежды спасения Оказывается Когда мы проповедуем Людям Тебе нужно Надеяться Что эти люди Что? Спасутся Твоя задача Проповедовать А задача Бога Вообще Спасать или нет Вот это я хочу Сегодня сказать Для каждого Не ты спасаешь Людей Вообще Твоя задача Говорить Все А компетенция Бога Прикасаться К нему Или нет Мы не спасаем Вы со мной? Наша задача Просто Проповедовать Я когда-то смотрел Не буду называть Мужика одного Семь тысяч собрания Все в белых костюмах Я даже ни слова Больше слушал А перематывал Думаю Ну хоть кто-то Будет в черной футболке Нету никого Все Я не знаю Что праздник Все в белых Все в белых Женщины Мужчины Все в белых Семь тысяч Вы представляете Думаю Ну хоть одна ворона Появись Появись Мотаю эту кассету Нету никого Потом понял Что нету Думаю Ну ладно Послушай О чем проповедь И там была речь Этот Это великий муж Божий Живой еще сегодня Слава Богу Он говорит Если кто-то один Из семи тысяч Примет это послание Говорит Бог меня на небе Уже благословит Я думаю Ой-ой-ой Печалька Семь тысяч Хоть один Поэтому Если хоть кто-то Здесь будет бодрствовать Благословение В мою жизнь приходит А в твою И подавно Потому что Ты-то бодрствуешь Дьявол-то не может Ты для дьявола Броневой Кто хочет каждый день Получать от дьявола Подарки В виде стрел Развод Сошел с ума Заболел Молиться не можешь Пиу Кофе Кофе Фу-фу-фу Кто чай Он на раздаче Кадр этот Чайку С утра Не хочешь А ну-ка Попей Телек Включи Пультик Тебе Жена Сейчас еще Подаст Скажи Ближнему Надо для дьявола Быть броневым Братья Мы смеемся Оно же так в жизни И есть Дьявол Приходит Он делает с нами Что хочет Вообще Лепит с тебя Че попало Потом ты смотришь На жизнь людей И ты говоришь Как так можно было Вообще Дойти до такого До такого Тупика Как можно А потому что Дьявол Наставник ведет Скажи Ближнему Мне в этой церкви Нужен наставник Номер три Шлем надежды Спасения Если мы Любим людей Церковь Вы со мной? Если мы Любим людей Они будут Спасаться Если мы Любим людей Семьи будут Восстанавливаться Если мы Любим людей Наркоманы Будут проповедовать Если мы Любим людей Блудницы Будут лучшие Семьи Вы со мной Или нет? Вот такой у нас Бог Нравится тебе Не нравится Спи моя Красавица А Бог Свои дела Делает Вы слышите Или нет? Бог Свои дела Делает Он с тобой Не спрашивает Слышь Ну ту На последнем Ряду Чудную С такой Прической Ну не Благословляй Господь Ангелы Говорят Ну обойдем Мы И вот тот В очочках Странноватый Когда так Прикрамывают Вообще Господи Ну не надо Через него Свои дары И вот тот Петруша С бородкой Такой Странный Непонятно Не определится Еще с кем Остаться Тоже Ты не касайся Его Не исцеляй Бог Не такой Скажи Ближнему Слава Богу Вообще За Бога Если б не Бог То не дай Бог Вы говоришь Нет? Бог Не так Смотрит Это я Смотрю На кого-то Ты мне не нравишься А Бог Говорит Это ты Мне не нравишься А вот этот Паренек Крутой Ходит чудной Идем дальше Я шучу Девятый стих Будучи сынами дня Дотрезвимся Облегшись Броню веры Раз Любовь Два Шлем надежды Спасения Три И вот девятый стих В принципе Это слово Для церкви Бог определил Нас Не на гнев Говорю Прямым текстом По-русски Бог не хочет Тебе проклятия Вы со мной Или нет? Мы уже прикасались К этой теме Жизнь и смерть Во власти Кого? Языка Ты сам себя можешь Проклясть А вот здесь Я остановлюсь Научить своим Языком Записывай Говорить то Что ты скоро Увидишь Этого еще нет Этого нет Вот это Это называется Слава веры Я увижу Тысячную церковь Я увижу Счастливую семью Я увижу Исцеление Я увижу Измененную Свою семью Так он Сегодня пьяный Ну и круто Завтра Это будет Проповедник Вот это Слава веры Вы со мной? Научись Своим Языком Высвобождать Правильные слова Скажи Слова Я увижу Я увижу Я это увижу Девятый стих Бог определил Всех людей Не на гнев Вы слышите меня? Бог не хочет Проклинать Свою церковь Не хочет Вот он не хочет Дьявол подводит Сегодня тебя И говорит А она сегодня Не молилась Бог говорит А я не хочу Ее проклинать Я сегодня Приведу ее На служение Она послушает Слово И завтра Она будет молиться В три раза больше Скажи соседу Два часа Мы вас достанем Закапывайся Ты не закапывайся Я не советую Мы тебя достанем Скажи ближнему Служить-то Ты все равно будешь Скажи ближнему Ты же не бронелобый Хорошо Бог определил Не на гнев Смотрите к чему Бог определил Потише Потише Сейчас выйдите Будете разговаривать Вообще до утра Может домой не заходить Говори Говори А сейчас послушай Девятый стих Бог определил Не на гнев Но к получению Спасения Через Господа Нашего Иисуса Христа Вот здесь Великая тайна Бог определил Раскрою очень быстренько Потому что этим живу Он говорит К получению спасения Через Господа нашего Иисуса Христа Скажи через Кто из вас Когда-нибудь Переходил Через реку Переходили или нет В основном Чтобы нормально Через реку Перейти Строят Что? Мост Посмотри на меня Чтобы пройти Через проблемы Через проблемы Нужен Вот этот мост Что такое Через Иисуса Христа Иисус Это и есть Те принципы Если мы ими пользуемся Мы проходим Этот брод Кто не пользуется В этом броду Что? Говорите Да ты по шею В дерьме И говоришь Пастор ты не поверишь У меня не получается Брать ячейку Да пастор понимает Ты по шею Он не хочет Просто озвучивать Он не хочет Озвучивать Что ты уже По шею В груз Вы кто-то Меня слышит Или нет? И мы пастору Сказки рассказываем Сказки Сказки Я еще раз говорю Посмотри в паспорт Ты не Андерсон Не надо Рассказывать Пастору Сказки Пастору нужно Говорить О плодах Пастор взял Ячейку Две Ты представляешь Из этих две Скоро пастор Будет четыре Приятно слушать пастору Когда дети Нормальные растут А когда дети По уши В дерьме Говорят Ой мама Папа Что-то у меня Не получается В жизни А ну сюда Кали Давай А ну мама Вот тут еще Набей мне шишку А то не доходит И ты смотришь Вот это детки Так вот я говорю Полноценная церковь Это где пастора Слушают Скажи ближнему Я послушный Хорошее место Бог определил Не на гнев К получению спасения Через Господа Иисуса Христа Какой принцип Что мы говорим Что такое мост Запиши Это бодрствование Если ты бодрствуешь Ты через эту реку Пройдешь Вы со мной или нет Я обещал Этот принцип Раскрыть Я всегда говорю У проповедника Задача Раскрыть истину У людей Задача Принять ее Почему раскрыть Потому что Быть может Я ей живу А быть может Не живу Какая разница Даже он В народе Раньше говорили Своя рубашка Что Тебе вообще Какая разница Кто как живет Тебе бы Изменить ситуацию Так вот Бог говорит Что ситуация Меняется только тогда Когда ты сухой Идешь Через этот брод Через реку Я доступно Объясняю или нет То есть Вот они Наши жизненные проблемы Вот они Проклятия Дьявол Наставил Кучу ловушек Все Говорит Дорогой Ушел на работу В церковь Больше не пришел Заработался Все И ты смотришь Ловушка 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 И дьявол говорит Давай Давай дорогой Так вот Чтобы пройти Через этот мост Не попасть В эти проблемы Нужно бодрствовать И еще раз Говорю Это молитвенная жизнь Раз Наши добрые Что такое добрые дела Запиши дома Посмотришь Ефесянам 2.10 Эти места Лучше знать Наизусть Там написано Кто во Христе Тот создан на добрые дела Которые Бог Предназначил нам Исполнять А Бог А Бог ждет Что ты начнешь Исполнять А люди Которые не Исполняют Библия говорит Ты спишь Почему люди Спят А он не Бодрствует Оказывается Слово Бодрствовать Рано или поздно Приведет тебя Пониманию Духовного мира Запиши Приведет Ты все равно Поймешь Что от тебя Хотят Пришло же Нашу жизнь Когда мы поняли Что мама и папа Были правы Кто меня понимает Вот каждый из нас Говорит Вот я был Вот мама с папой Правы Слушался бы Не сидел бы В этой тюрьме Ой слушался бы Маму Не болел Этой болезнью Ой слушался бы Маму и папу Сейчас смотришь Институт Закончил Нормальная работа А так и шачу Как и шаг И ты смотришь Слушался бы Маму Так вот Сегодня Великое откровение Слушайся Своего Пастора Скажи это Соседу Последнее место Последнее место Давайте посмотрим Марка 13 Бодрствуй Бодрствуй Мы говорим Забодрствовать Это иметь Позитивное мышление Это смотреть На ситуацию Как хочет Бог Это нелегко Надо бодрствовать Надо бодрствовать Я утром Открывал Не буду Зачитывать Может записать 1 Петра 5 8 Что сатана Дьявол Ходит Как рыкающий Лев Ища кого Поглотить И Петр Говорит Бодрствуйте Чтоб он Тебя Я просто Вы Вы Со мной Или нет Дьявол Приходит И человек Как холодец Все видно Скажи Соседу Я живой Марка Бодрствовать Надо бодрствовать Братья и сестры Марка 13 Марка 13 Если записываешь С 31 по 37 стих Я скоро буду заканчивать С 31 по 37 Завтрешнее утро Очень для многих людей Будет вообще Ясной картинкой Бодрствуешь ты или нет Утром встал Молитву пропустил Все Ты уже не бодрствуешь Уже нужно каяться Уже нужно что-то менять Но не надо сюда выбегать Каждый раз Потому что это будет Вся церковь Выбежали Дома покайся Скажи Господи Понял Я поворот пропустил Мы когда-то ехали С Макаренко Пропустили поворот Возвращаться назад Не хватает бензина Километров 30 Потеря времени Короче это куча проблем И откровения Один только поворот Вот почему Большинство людей Сегодня не в радости Не в счастье Без служения Без семьи Без мозгов Ну и там перечень большая Знаете почему? Поворот пропущен Так или нет? Все кто грешил Бывшие не понимают Вообще с полуслова Поворот пропустил И ты смотришь Куча проблем Почему? Поворот-то пропустил Надо было сразу свернуть А ты потом А ты сможешь Там необъездной Там вообще ничего нет И ты едешь Едешь Думаешь Да что ж такое Сколько ж можно В этой тюрьме сидеть Сколько ж можно Уже кредит этот платить Сколько ж можно Курить и не бросать Сколько вот это Блуди не заблудись Кури не закурись Пей не упивайся Новая Евангелие Вообще Ой Я когда с этими чудиками Стал Я аж радуюсь Я говорю Новая Евангелие Пей не упивайся Я говорю Круто Пообщаемся Марка 13 глава Ты вообще понимаешь В чем речь? 31 стих Небо Земля Пройдут Слова мои Иисус говорит Что? Не пройдут Вы представляете Все что ты сейчас видишь Вот все Вообще все Здание это уйдет Земля Город Вообще все Все уйдет Вообще все Все Твое здоровье Твоя плоть Все Твои проблемы Благословения Я не знаю Вообще все Вот все уйдет Скажи ближнему Слышь Не цепляйся ни за что Не надо Хватит Уцепился А кто меня Кормить будет? И он уцепился За эту работу Да отпустись Отпусти ты ее Поработал Хватит Начинать служить Небо Земля Пройдут Библия говорит Все пройдет Все пройдет Все И печаль и радость Помните Вообще все пройдет Иисус говорит Но слова мои Не пройдут Три второй стих Одни же том Часи никто не знает Ни ангелы Ни сын Только отец Короче сам Иисус Не знает Когда он придет Судить землю Не знает Тридцать третий Давайте посмотрим Вместе в Евангелии Говорит Смотрите Бодрствуйте Молитесь Потому что Вы не знаете Когда наступит Это что Время Это может быть Завтра А ты сидишь И думаешь С нового года Начну Только цифры Не указал Две тысячи Тридцать первый год Все кто раньше Бросал курить Помните С нового года И так всю жизнь Брошу Вот я брошу Девки наливай Я вот брошу И ты смотришь А мы все бросаем И такой Бросун Крутой бросун Он постоянно бросает Но он же в теме Было такое Я сам такой Постоянно бросал Придумал какую-то Цифру странную Ее нет в голове В календаре вообще С нового года Тридцать третий стих Смотрите Бодрствуйте Смотрите Здесь Апостол Марк Обращается К верующим Он к верующим Не к прихожанам К верующим людям Он говорит Бодрствуйте Люди Бодрствуйте Вы не знаете Что будет завтра Кто знает Что будет завтра И кто-то сидит И думает Завтра будет завтра Крутой ответ Или Двадцать третье Число Я с шахты Рассчитался Прикол расскажу Время есть Вообще быстро Рассчитываю Шахты Чтобы Чуть-чуть Там какая-то Поддержка была Для штанов Как говорится Финансовая часть Там мини Ну и Все остальное Реально Служение Богу И Женщины Которые Меня знали Нормальные Такие Тетеньки Они говорят А мы не подпишем Ты нормально Работаешь Представьте Не пью Не курю Не сдаю Никого Ну и Поним Нормальная Перечень Такая Собралась За время Христианства Не воруй Ничего И говорят Мы знаем Мы вообще Тебе не подпишем Не подпишем Выходит Старшая И говорит Че там Саша У тебя проблема Я говорю Да я хочу Рассчитаться А мне не подписывают Она начальница Отдел кадров Она говорит А че решил Я говорю Ну мне дальше Развиваться Шахта Это ж ну Как в туннеле Тебя закрыли Тебе ничего не дают Ну и со временем У тебя ж мозги уже шахтерские Пока летит Пока летит Отдыхай А так вообще копай Ну и все На этом Все закончилось Я говорю Мне надо развиваться Говорю У меня внутри Ну там не помню Говорю Васильевна Такой потенциал Что собери вас тысячу Говорю Могу такое сжахать Вообще Говорю На это еще сжаханье Бог приходит Она че серьезная Да Она А ну быстро подписали ему Они говорят Он нормальный работник Не подпишем И она такая Выносит Шесть дел Говорит Мужики вышли на пенсию На следующий день Шесть трупов Пенсия Ему делать нечего Здоровые быки Ну в нормальном смысле Представьте Шесть трупов Отработал человек На пенсию Вышел Делать нечего Лег на диване Аллилуйя Пенсия С косой Что дальше Что дальше он говорит Молитесь Ибо не знаете Когда Наступит Это время И здесь Притча 34 стих Подобно Как бы кто Отходя в путь Это он говорит За себя Оставляя дом свой Он оставил Эту церковь Кому? Тебе Тебе он оставил Чтоб ты в ней развивался Вы со мной? Смотрите Оставляет дом Кому? Слугам своим Лидерам Левитам Всем подряд Он оставляет Слугам своим Дом свой То есть церковь свою Своих людей Смотрите Слугам своим Власть Каждому И свое дело Приказал Привратнику Читай вслух Что? Смотрите Иисус Говорит Я тебе Приказываю Пока меня Не будет Бодрствуй А я Приду Быть может Даже когда Петушки запоют Вот ты Бодрствуй И тебе Будет все Хорошо Вы вообще Со мной Или нет? Он говорит Я приказываю Тебе Бодрствовать И смотрите Дальше История 35 стих Итак Бодрствуйте Вы не знаете Когда придет Хозяин дома Вечером Полдень В пение Петухов Вот вообще Петухи Это вообще Хорошая Птица Или поутру 36 стих Чтобы придя Внезапно Не нашел Нас Какими? Спящими Запиши Хорошую Цитату Спящий Никогда Не приносит Плода Вы со мной Сейчас Или нет? Спящий Никогда Не принесет В церкви Плода И на ячейки Тоже Да и в семье Да везде Он спящий Он пришел На эту землю Поесть Попить И повторить Формула Одна Поесть Попить И повторить Одеться Всего этого Ищут Язычники Так в твоей Библии Написано 35 стих Бодрствуйте Вы не знаете Мы не знаем Что будет завтра Надо бодрствовать Когда придет Хозяин В полночь Пение петухов Они еще поют Петухи поют Представляешь Петух Он поет Вообще Жесть Мы поем Я так думал Чтобы придя Внезапно Не нашел Нас спящими 37 последний Стих Посмотри Сам лучше А что говорю Вам То есть это Всем людям На планете Земля Говорю Всем Что Бодрствуйте Он говорит Апостол Всем Служитель Ты Не служитель Пришел Ты сегодня Не пришел Услышал Ты слово Не услышал А он говорит Говорю Всем Заболел Ты Не заболел Получишь Ты чудо В этой церкви Не получишь Он говорит Мне как-то Это мало Волнует Он говорит Одна тема Меня сегодня Интересует Он говорит Говорю Всем Что Бодрствуйте Я еще раз Говорю Что такое Бодрствуйте Если ты Прослушал Или ты Только Проснулся Добрый день Что такое Бодрствование Это Молитвенная Жизнь Выстрой Свою Молитвенную Жизнь Выстрой Даже Если Ты Никогда Не молился Ты Ничего Не Понимаешь Построй Молитвенную Жизнь Второе Мы говорим Добрые Дела Не будь Жадным Бог Гордым Что Он Противится Поэтому Чтобы тебе Бог Не Противился Расположи Людей К себе Расположи Расположи Кто Хочет Из вас Дружить С жадным Подними Руку А не Хочется Ты Горишь Займи Денег А у него Расчет На год Ой Не Ну ты Не Представляешь В бизнес Вложил Сейчас Квартирку Купил Сейчас Самолетик Планирую Еще Ремонт С этой Машиной Хаммер Взял Да Вообще Денег Нет Нищая Нищая Отойдет Мне Нищая И ты Слушаешь Горишь Да мне На хлеб Да Какой Хлеб Ты Что Нет Дети Вообще Мы В посту Вообще Постимся Мы Постимся Уже От икры Просто Уже Блеем Ну Мы Вообще Не могу Я тебе Дать Хотите Таких Друзей Хочется Нормальных Друзей Да Так вот Библия Говорит Хочешь Иметь Друзей Там Дальше Что Написано Там Написано Сам Должен Скажи Должен Скажи Соседу Я тебе Реально Что-то Должен Вот Я Должен Я Тебе Должен Я Должен Тебе Послужить Я Должен Тебя Накормить Может Ты Мою Рубашку Должен Носить Новую Непотную Я Должен Я Тебе Должен Последний Стих Что Говорю Вам Говорю Всем Оказывается Это слово Сегодня Ко всем И он Говорит Бодрствуйте Просто Бодрствуйте И все Бодрствуйте И все Поэтому Когда Людям Номер Три Мы молимся Делаем добрые дела Номер Три Свидетельствуйте Свидетельствуйте Об Иисусе Вот здесь Хочу Чтобы Ты Понял Ты Не Говоришь О своих Проблемах Ты Говоришь О Боге Многие Люди Говорят Ну я Же Одна Мужа Нету Бог Не Ответил На Мою Молитву Как Я буду Проповедовать А мне Спросят А где Твой Муж Им Где Так Станет Стыдно Я Не Могу Людям Об Иисусе Рассказать Вопрос Ты о Муже Будущем Рассказываешь Или об Иисусе Ну не Ответил Бог Еще Тебе Ну и Что Может Он Вообще Не Ответит Проповедовать А надо Кто-то Меня Слышит Или Нет И Номер Четвертое Это Наше Отношение К нашим Служителям Это Сотники Лидера Относись К Нормально Своим Лидерам С Почтением И Твоя Жизнь К тебе Тоже Что Будет С Почтением А если Твой Лидер Для тебя Ливер То не Удивляйся Что ты Для всех Тоже Козлов Ну не Удивляйся Что Посеем То и Пожнем Аминь Хорошо Два Слова Давайте О финансах Расслабься Я бы Хотел Чтоб Ты Подумал Не Надо Цеплять Эти Сто Рублей Вообще Не Надо Просто Послушай Подумай Титу Вторая Глава Тит Два Вообще Правильное Отношение Деньгам Это Нормальная Жизнь Кто Это Знает Неправильно Отнесся Смотришь В твоей Жизни Проблемы Тит Тит Что Что Может Эти Слова На Все Оставшуюся Жизнь Вы Последний Раз Может Меня Видите Смотрите Многие Люди Не Жертвуют По Одной Причине Нет Веры Ее Нет Ее Нет Библия Говорит Все Что Не По Вере Это Грех Кто Помнит Поэтому Человек Может Церкви Давать 500 Рублей И Он Грешит Поэтому Библия Говорит Что Вера Приходит Откуда От Слышания Скажи Соседу Послушай Его Просто Послушай Ничего Давать Пока Не Надо Вообще Не Давай Потому Что Если Не По Вере Ты Реальный Грешник Не Надо Давать Если Ты Не Веришь Вы Меня Все Услышали Не Надо Давать Если Ты Не Веришь Библия Говорит Вера От Слышания От Слышания Откуда От Слова Божьего Вот Я Вам Сейчас Прочту Слова Божьего Я Хочу Чтоб Ты Подумал Просто Подумай 14 Стих Здесь Иисус Говорит Что Он Дал Себя За Нас Ты Должен Идти На Крест Голгофы И Умереть Со Своими Грехами И Идти В Ад Кто Это Знает Ты И Я Все Вся Земля Должна Были Идти Туда Но Библия Говорит Он Пошел Вместо Тебя Вместо Тебя И Меня Вместо Зачем Он Это Сделал Давайте Смотреть Евангелие Чтобы Избавить Нас От Всякого Беззакония Очистить Себе Народ Особенный Ревностный К Добрым Делам Ревностный К Добрым Делам Вы Муж и Жена Да Да Вставайте Идите Сюда Да Обнимался Иди Красавчик Блин Давайте Посмотрим На Деле Как Было Иди Сюда Не Стесняйтесь Все Нормально Давайте Посмотрим Постоим Библия Говорит Ревностный К Добрым Делам К Добрым Делам Оказывается Он Когда-то На нее Посмотрел И она Ему Что Понравилось Это нормально Или нет Нормально Смотрите Когда он Захотел С ней Встречаться Начались Какие-то Подарки Было Такое Начались Какие-то Подарки Вот смотрите Один Подарочек Второй Подарочек Третий Подарочек Четвертый Подарочек В этом Время Она Начинает Общаться С другим Это Пример Он Думает Ну Убью Расслабься Ты в церкви Мы Поможем Когда Она Общается С другим Ревность Появляется Говорите У него Не надо Он Уже Запаян И Стоит И так Ревность Появляется А знаете Почему Влаживает 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 Мало того Что влаживает А он Надеется Что она Нормальная Что она Будет С ним Жить Она Ему Поможет Родит Кучу Детей Откроет Кучу Ячеек Слово Куча Мне Нравится Вы Понимаете В чем Дело Смотрите Когда Он Влаживает Влаживает Появляется Ревность Так Или Нет Смотрите Что дальше Происходит Просто Постойте Вы Меня Надоели Уже Ну Я Как Схватил Думал Раздает Жалко Сестру Я Шучу 14 Стих Иисус Дал Себя За Нас Чтобы Избавить Нас От Всякого Беззакония Очистить Себе Народ Особенный Ревностный К Добрым Делам Ты Сидишь Здесь Ты Задаешь Мне Вопрос Причем Здесь Мои Деньги Вот Причем Причем Здесь Мои Деньги Оказывается Когда Ты Много Влаживаешь В какое Это Дело У тебя Появляется Ревность Вы Вообще Со Мной Или Нет Когда Ты Много Вложил Денег Много У тебя Появляется Ревность Вообще Ревность Так вот Смотрите Что Бог Говорит Иисус Себя Отдает За Нас Зачем И написано Чтобы Избавить Нас От Всякого Беззакония Вот Я вам Задаю Вопрос Вам Приятно Что Так На ровном Месте Какое Беззаконие Проклятие От мамы Папы Уйдет Приятно Или нет Смотрите Всем людям Это приятно Так вот Бог Говорит Когда мы Жертвуем Когда мы Делаем Добрые дела У нас Появляется Ревность И дальше Когда появляется Ревность Иисус Говорит Чтобы Избавить Нас Он хочет Тебя Чего-то Избавить Представляете Какой Бог Вот Избавить Тебя От Какой-то Проблемы И от Какой От Всякого Беззакония Раз Второе Очистить Себе Народ Особенный Оказывается Если Эти люди Правильно Живут Правильно Жертвуют Они В этой Церкви С годами Знаете Какие Будут По Библии Особенные Ты Не Сможешь Повторить Ихнюю Проповедь Ихнюю Жизнь Сделать Такую Домашку И семью Это Нереально Бог Говорит Они Для Меня Особенные Не На Ровном Месте Приходит Благословение Люди Становятся Особенные Потому Что Что-то Вложили Будем Бодрствовать Братья Сестры Прихожане Служителя Будем Бодрствовать Я Знаю Одно Что Твоя Жизнь Будет Меняться Очень Сильно Очень Сильно Духовные Вещи Они Реальны Духовный Мир Реальный Потому Что Первичен Что Невидимый Мир А Видимый Мир Это Что Вторично Поэтому У кого-то Есть Сейчас Проблемы С Финансами Вот Кредиты Не можешь Платить Там Или еще Есть Проблемы Это Все Вторично И Если Ты Смотришь На Вторичные Вещи Ой Не Могу Кредиты Заплатить Не Плати Ёлки-палки Не Можешь Платить Не Плати Тоже Откровение Надо Получить Пришли Пастор Не Платить Так Вот И Многие Люди Финансовые Проблемы Попадают И Они Смотрят И У них Так Слушай Слушай Все Проходит И Это Пройдет Если Тебе Нужна Мудрость Ответ Ездят Люди Которые Знают Как Работать Просто Общайся На Ячейке Поднимают Вопросы Тебе Ответят Если Тебе Лидер Ячейки Не Ответит Сотник Да Если Сотник Дает Я Ему Скажу Как Вы Уходите С Долгов Аллилуйя Поэтому На Ячейке Надо Быть Скажи Я Буду На Ячейке Вот Там Решаются Все Вопросы Бог Не Определ Чтобы Ты В Одного Гулял Бог Сказал Ты Член Только И Когда Ты В Церкви В Ячейке Ты В Терен И Вот Они В Духовных Дорах Двигаются Интересно Рассказали Как Приходят Вот Так Идут Они Молятся Они Рассказывают Как Обучают Как Евангелизировать На Духовный Мир И Вот Они Молятся Раз Допустим Подходят Не Рассказывая Я Слышал Подходят К Человеку И Говорят У Вас Почка Больная У Вас Семья На Грани Развода А У Вас То 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 Так Ну У Тебя Не Так И Человек Вот Так Глаза Открывает Откуда Вы Знаете Да Мне Бог Сейчас Только Что Показал И У Вас Есть Ответ От Бога Есть Ответ Прям Там Молится Человек И Стреляется Если Бог Показывает И Человеку Всегда В шоке Один Два Наших Брата Поехали Туда В церковь Узнать Там Выходит Такой Паренек Такой Ничем Неприметный Подходит Говорит В том Году У тебя Произошло Это 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 Ты Хотел Уйти Из Церкви У тебя Были Такие Такие То Проблемы Ну Говорит Ничего Бог Рядом Был Он С тобой И Он Всегда Будет И У тебя Ты Делай Только Так Так И Так Когда Человек Тебя Не Знает И Ты Его Не Знаешь Он Тебе Говорит О твоей Жизни У тебя Происходит Что-то Внутри Вера Растет И Он Будет Говорит Мы Всю Церковь Учим Вот Так Проповедовать Евангелие Чтобы Бог Выходит На улице Молится Бог Покажи Людей Идут Раз Какой-нибудь Чик Слово Знания Об этом Человеке Извините Можно На одну Минуту Я просто Кое-чего Увидел И Расскажут О нем И Человек Сразу Раз Такой И Открывается И Сразу Есть Ответ От Бога Вот Сверхъестественным Завоевывают Людей Для Господа Когда Человек Сталкивается С Сверхъестественными Вещами Тогда Что Человек Открывается Гражды Сильнее И Вот Этот Приезжающий Евангелист Он Пророк Евангелист Он Пророк Он Будет У нас Всего Лишь Один День Он Даже Ночевать У нас Не Будет Он Послужит И Мы В Красноярск Поэтому 11 Числа В 11 Часов Будет Учение И Вечером Будет Служение Если Ты Хочешь Чтобы Места Были Приходи Раньше Некоторые Люди Говорят Нашу Страну Не Изменить Это Образ Твоего Мышления Кто-то В Южную Корею Съездил Вы же Были Большая Церковь Там Огромная Церковь А я Вам Хочу Сказать Один Маленький Принцип Один Маленький Принцип Который Вначале Говорил Служение Вот Пожалуйста Никто Не Думайте О Красном А Сейчас Закройте Глаза И только Не Представляйте Красное О чем Вы Стали Думать О Красном Вот О чем Александр Сегодня Учил Знаете О чем Не Надо Думать О Неудачах О Грехе О Всем Неправильном Не Надо Думать А О чем Надо Думать Думать О том Что Станешь Лидером Ячейки Думать О том Что Ты Станешь Благословением Для Людей Думать О том Что У тебя Разовьются Твои Дары Думать О том Что Ты Станешь Членом Команды Аминь Думать О том Что Ты Будешь Видеть Большую Церковь Нескотысячную И Когда Ты Об этом Будешь Думать Вот Я Спрашивал Вот Если Человек Подумал О Блуде Вот Он Подумал О Блуде Что Дьявол Дает Ему Методику Как Достигнуть Этой Цели А если Ты думаешь О семье Что Тебе Дьявол Дает Методику Как Стать Хорошим Мужиком Или Хорошей Женщиной Чтобы У тебя Была Хорошая Если Если Ты Думаешь О том Что Ты Станешь Духовно Развитым Человеком О чем Ты Будешь Думать Ты Будешь Искать 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 Источники Через Что Ты Станешь Благословенным Человеком Поэтому Плени Всякое Помышление Думай Правильно И Бог Тебя Благословит Аминь Продолжение следует